Пать-Мангой расположена в единой системе Ивано-Арахлейских озер, в 30 километрах от Читы и в 9 километрах от озера Тосей. Согласно опубликованной на сайте Министерства природных ресурсов края территориальной схеме по обращению с твердыми бытовыми отходами, там планируется создание полигона ТБО. Его предполагаемая вместимость 5,3 миллиона тонн, а это 46,6% от общего числа всех запланированных в крае полигонов. Мусор в Мангое планировалось вывозить из Читинского, Хилокского и Улётовского районов. Какая замечательная погода. Какой замечательный мусор, который нам предстоит убрать. Если не мы, то кто. Дело в том, что мы каждый год ездим на Арахлей. И вот здесь, на этом ручье, набираем воду. Поэтому наша задача, конечно, сделать нашу землю гораздо чище. Сообщение о том, что пать Мангое вошла в состав терсхемы, появилось в средствах массовой информации в начале минувшей недели. Спустя день читинские активисты направили обращение в региональное министерство природных ресурсов, в котором потребовали исключить пать Мангое из схемы, а также заявили о необходимости включения в неё строительства современных мусороперерабатывающих заводов. Сейчас буквально в течение 15 минут мы обнаружили, это вот один, у нас ещё один такой же пакет мусора на территории Пади. Мы требуем создания завода по переработке мусора, потому что здесь данная территория очень загрязнена. Не надо сюда выбрасывать мусор. По мнению общественных экологов, необходимо пересмотреть границы Ивана-Арахлейского заказника из-за сложившейся в горной котловине собственной экосистемы с уникальными гидрологическими параметрами. Так сложилось, что в район ручья Мангое местные жители мусор вывозили незаконно, в результате чего произошло захламление природных территорий отходами быта. Чтобы исправить положение, впать высадился экологический десант. В его состав вошли общественники, неравнодушные жители Читы, близлежащих сёл, а также сотрудники Министерства природных ресурсов во главе с руководителем Олегом Некрасовым. Власть, которая вполне имела право сегодня сказать, видите, отрезанный ломоть, и будет там полигон. Власть приехала сюда сама. Министр природных ресурсов Забайкальского края объявил, лично поубиравшись здесь, на этом ручье, что свалки на Мангое не будет. Действительно, мы приняли такое решение. Свалки, строительство полигона, который предполагался в 2023 году, этого не будет. Мы убираем из территориальной схемы, которая была размещена на официальном сайте Министерства природных ресурсов. Также министр предложил создать при Министерстве общественный совет по мусорной проблеме. Ведь она действительно острая. Полигон в Ивановке закрыт, полигон возле поселка Атамановка уже переполняется отходами и тоже вызывает недовольство местных жителей. Решением острого вопроса могло бы стать строительство настоящего мусороперерабатывающего завода. Но тут без помощи федерального центра и крупных кредитоспособных инвесторов не обойтись. Анна Хвостова, Андрей Шаронов. Время новостей.